Молодость души и неукротимое стремление приносить пользу общества. По словам Татьяны Дегтяревой, ключ к долголетию. На пенсии она занимается патриотическим воспитанием молодежи, является солисткой вокального ансамбля Дворца ветеранов, старостой шахматного клуба и председателем Совета многоквартирного дома. Ее история жизни отражена на страницах Ветеранской книги рекордов. Он для потомков достойный пример. Татьяна Алексеевна стала лауреатом в номинации «Золотые долгожители». В свои почти 90 лет сохраняет позитив и жизнелюбие полковник в отставке Михаил Васильевич Лялин. Он прослужил в армии более 30 лет и награжден двумя орденами Великой Отечественной войны второй степени, орденом за службу Родины в вооруженных силах СССР и 27 медалями. У Михаила Васильевича за плечами большой боевой опыт. Сейчас он занимается патриотическим воспитанием молодежи. Стал лауреатом в номинации «Золотые долгожители». Для нашего возраста уже внимание, которое оказывает нам и районные, и городские, и областные, и всероссийские организации. Как говорят, бальзам на душу. Спасибо за то, что они не забывают старшее поколение, особенно оставшихся, не так много участников Великой Отечественной войны. В год 75-летия победы в Великой Отечественной войне особое внимание в сборнике, а не для потомков достойный пример, уделено солдатам и труженикам победы. На страницах Ветеранской книги рекордов отражены истории жизни 24 пожилых жителей Самары, которые на пенсии, не сидят без дела и принимают активное участие в общественной жизни города. Уникальный проект, аналогов которому нет в России. И мне это очень приятно от того, что именно Самарский дворец ветеранов стал инициатором Ветеранской книги рекордов. За 7 лет, 7 сборников подготовлено. Более 150 жителей, которые действительно напрямую показали, что активное долголетие – это не просто словосочетание, это достижение. Конкурс проходит при поддержке администрации Самары. Представители городских властей поблагодарили лауреатов за активную общественную деятельность и вручили памятные призы и награды. У вас внутри есть моторчик, который движет и движет вами вашими желаниями, эмоциями, вашими делами. Спасибо за то, что вы даете пример нашим детям, которые, глядя на вас, учатся. В Самаре уже стартовал сбор заявок на участие в конкурсном проекте следующего года. Любой пенсионер сможет заявить о себе на сайте Дворца ветеранов. И, возможно, история его жизни появится на страницах сборника «Ветеранская книга-2021». Елена Малютина, Николай Сидоров. События.